Ирина, мы с вами знакомы уже много-много лет. Путь к вашей беременности, закончившейся родами, был непростой. Для меня вы не были какой-то особенной, сложной пациенткой с медицинской точки зрения, но несмотря на то, что вы такая красивая блондинка, вы с таким внутренним стержнем внутри, и ваш путь к достижению результата был непростым. Поделитесь, пожалуйста, расскажите нам об этом. Да, мы знакомы с вами с 2011 года, прошли, я вам безмерно благодарна, вы это знаете, я каждый год вам говорю об этом, что мы прошли с вами, я уже даже сбилась со счету, шесть или семь протоколов. Да, наверное, седьмой был успешным. Да, это была седьмая беременность, которая закончилась родами. То есть беременности для наших пациентов, для моих пациентов, чтобы это было для них каким-то напутствием, чтобы ваш пример вдохновил, может быть, многих не останавливаться на достигнутом, идти вперед. То есть беременности у вас наступали в протоколах какого? Да, практически во всех протоколах у меня наступали беременности. В одном протоколе это мы не с вами были, и еще был один протокол, тоже не с вами, беременности не наступали, а остальные там пять или шесть, я уже не помню. Да, всегда наступала беременность, но беременность не развивалась. Начиная с раннего срока, да, все нормальные беременности были на сроках до восемь недель. До восемь недель, да, в восемь недель это вот максимально. И по тестированию эмбрионов генетических поломок не было бы иметь. Все кариотипы в норме были. В 2011 я к вам, да. Начались ваши попытки, да, начало вашего непростого пути. Какое-то время вы даже немножко опустили руки, да, и дали себе время отдохнуть. Время. Да, и дальше с новыми силами пошли вперед. И Макар, Макар родился… В 2019 году. В 2019 году. То есть на сегодня уже два годика. Два года, да. Я, когда шла в этот протокол, это планировалась моя седьмая беременность, и у меня внутри было такое чувство, что все получится в этот раз. Именно в этот день, когда у нас была подсадка с вами, это было 22 февраля, у меня еще на работе даже праздник был для мальчишек. Я даже сфотографировала себя, у меня есть фотография, где я такая, ну, селфи сделала, что я такая сижу, довольная, и солнышко светило, прям очень хорошее освещение было. Я уже тогда внутренне для себя решила, что в этот раз все получится. Отпустили ситуацию. После того, как… Отпустили ситуацию. Я отпустила ситуацию, я смогла, да. И после того, как мы… подсадка произошла, я помню, как вы подошли и сказали, что «Ира, я сделала все возможное, все, что от меня зависит, я сделала. Теперь… Ваша очередь. Да, теперь ваша очередь». И для меня вот эти слова на тот момент, они были очень важны. Я еще раз убедилась, что, ну, я не могу подвести врача своего, все должно обязательно получиться. У меня еще был врач, который сопровождал беременность мою. И она тоже мне очень большую поддержку оказывала. Ну, вот… Тогда я знала, что получится, да. И опять же… Я даже так… Сделала тест уже, когда… Когда ему надо было делать. Один раз я сдала ХГЧ, больше ничего не проверяла, не смотрела, как он растет или не растет. И я… ну, я знала, что все будет. Вот… Вот в этот раз все точно получится, да. Да, он у нас сам по себе такой человек. Очень четкий. И сына он тоже воспитывает также. Да, он поддерживал вас все это время. То есть я всегда видела, что мы были в паре. Это тоже на самом деле очень много значит, потому, когда приходит пациентка и говорит, что если я не за беременную, в этой попытке муж от меня уйдет, конечно, здесь сложно, как бы, да, помогать паре, потому, что здесь должны смотреть и думать все в одном направлении. Конечно. Тогда только в этом случае будет результат. Да. Скажите, что давало вам силы идти вперед? Хороший вопрос. Даже сейчас. Даже сейчас. Что мне давало силы? Мне давали силы моя семья, да. Поддержка. Мой муж – это неоценимая поддержка. И, наверное, огромное желание все-таки держать на руках своего мужа. Безусловно, да. Это, конечно, понимание того, что я знала внутри себя, что, в конце концов, у меня получится. Я какие-то альтернативные пути тоже рассматривала, да. Я знала, что я хочу стать мамой. Каким образом это будет. Но вы точно знаете, что это будет. Да, я точно знала, что это будет. Каким образом, по какому пути я пойду, меня, конечно, интересовало, но сто процентов знала, что мамой я буду, да. Плюс я доверяла врачам. Беременность протекала у меня в целом хорошо. У меня практически не было никаких угроз. Я не лежала на сохранении. Но это была очень тревожная беременность. А тревожная в плане ощущений? В плане ощущений, чувств, эмоций, да. Я переживала, считала дни, считала недели. Это была долгая беременность. Какие переживания, какие эмоции, чувства вы испытали, держа на руках своего ребенка? Словами это описать очень сложно. Это одновременно эйфория, беспокойство, ответственность неимоверная, да. Это счастье. Я бы порекомендовала себе отпустить ситуацию и понять, что я не могу контролировать этот процесс. Все, что касается рождения детей, да, вот этого процесса, насколько прикрепится эмбрион или нет, проконтролировать это невозможно. Это, ну, вне зоны моего контроля и просто отдаться тому, что, ну, как будет, так и будет. Вот такой бы я совет себе дала. Он очень, мне кажется, правильный. Тогда вот я хотела все-таки все проконтролировать. Я что-то там делала тесты раньше времени, да, я что-то прям сильно раньше времени, да, расстраивалась, переживала. Я читала в интернете тоже, да. Сейчас бы я дала совет просто отпустить ситуацию и отдаться процессу. Вот как будет, так и будет. Проконтролировать это невозможно. Продолжение следует...